приступаем к красочным работам сейчас будем задувать базовым цветом салон наш вот предварительно самостоятельно я закрыл его задул грунтом черным вот pacific серии аэро тему насчет грунтовать не грунтовать как бы такая поднималась уже не раз тут уже каждый сам для себя решает я в принципе вижу для себя несколько плюсов грунтовки ну первое конечно это более лучшее сцепление краски с поверхностью все-таки вроде как технология но в других разных областях подразумевает наличие грунтовки ну и в принципе даже наверно для себя не это главное то что во первых грунт позволяет выявить различные недочеты в обработке детали вот например нет оставался грунт я немножко прошелся по днищу и вот выяснилось что примерно вот этой детали здесь где был шов видно было что плохо он был зачищен поэтому я здесь немножко еще подшпаклевал и еще раз затер но надеюсь здесь сейчас уже все будет гладенько ну и второй плюс который я для себя отмечаю это то что когда вы проходите грунтовкой в принципе можно не особо так скажем так аккуратничать и максимально залить во все уголки во все места пролить хорошенько чтобы нигде не оставалось чистого пластика потому что когда уже например идет работа с краской краски разные бывают некоторые краски начинают течь вот поэтому приходится как дозировать да и не везде получается так вот безбоязненно подлезть скажем так вот в этом случае как бы грунт не дает нам просвечиваться пластику и как бы в некоторых случаях даже создает тени некоторые вот поэтому я предпочитаю использовать грунт и вот в последнее время больше всего мне нравится именно черная грунтовка вот ну да ладно в принципе об этом я уже говорил приступаем к краске значит посмотрела фотографии в интернете и вариантов на самом деле обнаружил несколько значит видел фотографии окрашена салона и песочный цвет точно так же как и внешняя часть корпуса также видел и серый светло-серый оттенок и вот серо-голубой такой вот и даже бежевый кремовый такой вот но я решил все таки вот этот взять оттенок это xf25 светлый синяя сине-серый скажем так серо-голубой наверное ближе вот и задуть внутреннюю часть так краску я уже подготовил давайте наверное начнем да здесь наверно части я забыл сначала приклеить вот эти вот рамы оконный поэтому я хуже приклеил позже после того как загрунтовал но уже грунтовать их не стал думал ничего страшного здесь не будет еще один момент сами двери а также вот внутренняя часть люков внутренняя часть двери по фотографиям посмотрел окрашивается наружный цвет то есть это у нас будет нашем случае это будет песочный поэтому их мы сейчас трогать не будем и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Салон наш прокрашен Далее Нужно будет уже кисточкой прокрасить сиденья, ремни, аппаратуру. Тоже на разных фотографиях. В принципе аппаратура покрашена тоже разный цвет. Где-то в черный, где-то в такой защитный зеленый. Ну а дальше там уже останется сделать смывку и немножко припылить. Так в принципе вроде бы более-менее все неплохо получилось. Так и вставляем наверно сохнуть. Да еще заду я огнетушитель сначала этим же цветом, а потом уже тоже кисточкой его покрашу в красный. Поскольку здесь на нем сделано крепление, крепление не такого же цвета. Поэтому сначала задуваем интерьерным цветом, а потом уже кисточкой нужно будет покрасить его в красный цвет. Все. Как я сказал, торпеда у нас остается в черном цвете. Единственное, что я может быть несколько буду когда окрашивать аппаратуру, выделю тоже этот прибор-монитор другим цветом немножко. Ну естественно нужно будет здесь раскрасить приборную панель. Ну в принципе, я думаю, все покажу, все увидите. Так, ну все на этом. Сейчас даем посохнуть и потом приступаем уже к краске мелочей. Итак, друзья, очередное включение и в прошлый раз, точнее после того как задули базовым цветом интерьера, я самостоятельно подкрасил мелочевку. Вот. Ну, на камеру я этот процесс не стал снимать, поскольку, как оказалось, при достаточно вроде бы простом интерьере, как-то вот кисточкой тут достаточно в некоторых местах было проблемно подлезть. То есть приходилось крутить, вертеть во все стороны модель. Вот. Ну, в общем, более-менее удалось. Значит, как видите, я окрасил черным сиденье. Я использовал для этого краску Акановскую. Черная полуматовая стандартная 78004. Вот. По передним сиденьям тоже прошелся есть. Несмотря на то, что грунт... Грунт он матовый. Можно видеть, в принципе, сравнение. Эта часть у нас подкапотного пространства задута грунтом и сидушка вот этой краской прокрашена. Вот. То есть она такая более как бы под кожу, наверное, подходит. Так. Так же подкрасил мне удетушитель. Я приклеил попозже, наверное. Ну и дальше ремни. По ремням я прошелся, в принципе, на фотографиях. Я посмотрел, ремни тоже, в общем-то, более темные, такие, ближе к черному. Вот. Но решил я все-таки не делать их черному, чтобы уж совсем все не сливалось. Поэтому взял темную краску. Скажем так, практически первая, когда попалась темно-серая. Это вот такая вот Акановская 73010. Вот. И прошелся ей по ремням. Ну и также, в принципе, выделил потом немножко металликом защелки. Вот эти вот замки. Но, в принципе, тоже, опять же, немножко я, скажем так, отступил, да. На фотографиях там, где вот ремни сами черные, в принципе, вот эти вот все металлические элементы тоже были, я так понимаю, с черного металла. Но, во всяком случае, черным покрашены. Вот. Еще раз повторюсь, просто хотелось как-то немножко выделить, чтобы не сливалось все это дело. Потому что достаточно так, литье очень хорошее. Мне очень нравятся сиденья вот эти, как сделаны. Вот. Поэтому решил вот разнообразить немножко. Так. Дальше. Ну, дальше немножко еще поработал над приборкой. Пораскрасил здесь кое-какие лампочки. Выделил цветом. Вот. Ну, по фотографиям посмотрел. Конечно, далеко от оригинала. Вот. Ну, примерно что-то так вот. Более-менее. Вот. Подходит. Единственное, что, конечно, на оригинальной решетке еще блоки вот этих приборов. Вот здесь и снизу имеют еще окантовку желтую. Вот. Но здесь достаточно трудно. То есть кисточкой ее ровно не сделаешь. Делать здесь маски какие-то тоже, на мой взгляд, не вариант. Вот. Единственное, что, на мой взгляд, более-менее приемлемый вариант, которым можно было, конечно, заморочиться, это взять какую-нибудь декальку из старых запасов, там, где есть какие-нибудь желтые полосочки желтого цвета, и нарезать небольшие тоненькие полосочки и обклеить по периметру. Ну, я не стал этим заморачиваться. Мне кажется, в принципе, после того, как я планирую еще пройтись по всем деталям, приборам с сухой кистью, я думаю, выглядеть будет это и так нормально. Единственное, что я сейчас планирую сделать, это сделать прибор. Прибор у нас, как видите, в пластике данный просто кругляшками, то есть намеченные сами приборы, но производитель, к сожалению, не дает никаких декалей, ничего. Вот. Поэтому, ну, как бы рисовать шкалу, опять же, кистью или там, например, карандашом я не решусь. Вот. Поэтому, опять же, порывшийся у себя в запасах старых декалей, я вот нашел обрезки от разных моделей, вот, на которых присутствуют различные тоже приборы. Ну, в данном случае у меня, например, от модели АВД, 43-й масштаб, тут приборчики есть кое-какие. Это у нас от итальянского истребителя времен Второй мировой MC-200. Тоже вот здесь приборчики есть. Здесь вот так же вот от Tami, тоже от истребителя японского есть ряд приборов. В общем, вот от BRDM приборная доска тоже. Что-то из этого может пойти. В общем, я думаю, сейчас что-то из этого подберем и наклеим, чтобы оно, ну, хотя бы как-то немножко смотрелось. Потому что, конечно, оставлять голову, приборку, ну, как-то не хочется. Вот. Так, ну, в принципе, наверное, дальше на скорой съемке все это процесс немножко поснимаю тоже. И дальнейшие шаги, ну, наверное, нужно будет закрыть это дело глянцевым лаком, сделать смывку, ну, и потом, наверное, немножко добавить следов эксплуатации, потертости вот на вот этом рифленом месте. Днище, ну, может, где-то какие-то сколы вот на этой платформе и, наверное, может, чуть-чуть пыли добавим на сиденье там и так далее. Вот. Единственный еще какой момент, ну, по фотографиям мне не удалось найти, это вот эти вот, вот эта вот стойка с вот этими направляющими. Насколько я понимаю, вот эта вот платформа нижняя, она могла по этим стойкам перемещаться. Вот. Вот. Я нашел в интернете, правда, не фотографию, а как-то 3D рендера от какой-то модели из игры или еще чего-то, не знаю. Там, в принципе, вот эти вот стойки были черного цвета, то есть, ну, такой полированный металл черного цвета. Вот. Насколько это соответствует, не соответствует, не знаю. В общем, пока я их выставляю в цвет интерьера. Ну, а там, если кто-то, вот кого-то есть друг по этому поводу информация, вот, то отписывайтесь. Если еще не поздно будет, то можно будет подкрасть. Так, ну, в принципе, тут у нас, в принципе, тоже радиостанция тоже покрасила в черный цвет, потом ее сухой кистью выделим. Не очень, кстати, вот хорошая эта идея оказалась, приклеить сразу, вот, подлезать кисточкой оказалось здесь проблематично. Вот, ну, вроде все удалось. Так, ну что, приступаем. Приступаем к нанесению декалей. Буду сейчас подбирать примерно по размерам. Я думаю, содержимое, точнее, то, что тут, в самой декали, тут уже видно не очень хорошо. Главное, чтобы оно походило под размер. Вот. Ну, и более-менее смотрелось. Я так уже прикидывал, в принципе, более-менее, вот, наверное, с этой декали. Здесь у нас большой приборчик есть, подойдет. Вот. 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 Либо, либо, вот, с декали, вот, от АВД. Единственное, что здесь, мне вот не очень нравится декали АВД, в том плане, что здесь сплошная подложка, то есть нужно аккуратно вырезать ее. Насколько я помню, подложка даже достаточно такая толстая здесь. В принципе, для приборов, наверное, это неплохо, то есть она сразу даст блеск, то есть даже не надо будет и лаком, по идее, заливать, но вырезать нужно четко по краю. В общем, ладно, в общем, приступаем. 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 хорошенько и потом будем продолжать.